Владимир Высоцкий Я не стал хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад, он не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое, и меня словно ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить! А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нами места в землянке хватало вполне, на мое время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Здравствуйте, дорогие друзья, это ЕТВ, и наша сегодняшняя программа посвящена памяти великого русского поэта Владимира Семеновича Высоцкого. Я хочу вам представить наших сегодняшних гостей. Это Мария Головина, директор музея Владимира Высоцкого. Здравствуйте, Мария. И Олег Логинов, организатор концерта в день рождения Высоцкого. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Принято считать, что поэт не любил наш город, что он не любил Екатеринбург. Но мы, слава богу, не отвечаем ему взаимностью. В Екатеринбурге очень любят Высоцкого. Но с чего вообще пошли эти мысли? Ну, это, наверное, мысль о том, что Высоцкий не долюбливал или ему не понравился Екатеринбург. Наверное, она идет из его писем, которые он писал из Екатеринбурга, тогда из Свердловска в 1962 году. Он был здесь с гастролями театра «Миниатюр» и писал письма домой, действительно достаточно мрачные. Там не было фразы «Я не люблю этот город» или «Я не люблю Свердловск». Но канва всех писем действительно дает такую оценку города, что Высоцкий воспринимал город достаточно мрачным, темным. Он в феврале месяц, слякоть под ногами, что-то падает с неба. То есть адекватно воспринимал февральский Екатеринбург. Февральский Екатеринбург действительно мрачный, холодный и неприветливый. Но, помимо всего прочего, Высоцкий в тот момент был абсолютно не удовлетворен своим местом в этом театре, своими ролями. То есть с его большим талантом он был не услышан, не увиден режиссером этого театра. У него были буквально эпизодические роли. Ну какие? Ну, например, была такая роль, когда Владимиру Высоцкому нужно было выйти во время спектакля, выбежать на сцену, выпить из вазы с цветами воды и уйти обратно за кулисы. Вот вся роль, вот такой эпизод. Могла ли такая роль удовлетворять, да, и какие-то после этого можно ли писать письма домой? Ну, конечно, нет. Более того, коллектив в этом театре тоже был не близок Высоцкому, ему было некомфортно. И что интересно, именно из этого театра впоследствии он был уволен с такой формулировкой «за отсутствие чувства юмора». Высоцкий за отсутствие чувства юмора. Поэтому вот такие ощущения были у него от первого своего визита в наш город. На самом деле в этом же году, в 62-м, он был потом уже снова с гастролями, с другим театром, с театром имени Пушкина, и совершенно другое настроение в этих письмах. Жил в той же гостинице «Большой Урал», но совершенно по-другому. Это был июль месяц, это было другое настроение, это были уже главные роли в спектаклях, и совершенно по-другому воспринимался и сам наш город. Поэтому говорить о том, что Екатеринбург не любимый город, наверное, нельзя. Просто вот такое было. Тем более, что, мне кажется, наш город по энергетике очень совпадает по энергетике с Владимиром Семеновичем Высоцким, потому что вот очень похожи, как мне кажется. И тем не менее, скажите, Мария, мне кажется, что ни в России, ни в мире нету ни одного небоскреба, ни одного здания, которому было бы присвоено имя поэта. Все правильно. Наш город в этом и этим уникален, и действительно, екатеринбуржцы очень любят Высоцкого. Наш город один из первых в стране переименовал улицу Высоцкий, это было в 92-м году. В нашем городе установлена очень красивая городская скульптура Высоцкий и Влади, это было в 2006 году. Тоже считается одним из самых лучших памятников на сегодняшний день. Самый лучший памятник. Ну, давайте выговорить самый лучший памятник. Действительно, он очень романтичный, очень тонкий, очень красивый. Ну, например, в Питере нет памятника Высоцкому, а в Екатеринбурге есть. Ну и, безусловно, небоскреб Высоцкий. Действительно, нету в мире ни одного здания, ни одного небоскреба, которое бы носило имя поэта. А у нас есть. Именно поэтому мы с еще большим уважением, с еще большим трепетом ожидаем 25 января, день рождения Высоцкого, и празднуем его со всем возможным размахом. Правда, Олег? Расскажите, пожалуйста, о мероприятии, которое планируется. У нас будет очередное мероприятие в этот раз. Дата получается 25 января, день рождения Владимира Семеновича Мизусоцкого. Мы проведем его на Радищево 55. Есть такое замечательное кафе Планетарий. На этот раз у нас будут не только стихи, будут выступающие, то есть будут вокал, песни, будут выступать наши местные певцы, барды. Это будет конкурс? Нет, это будет обычное выступление с прочтением и исполнением песен Владимира Семеновича Высоцкого. Кто участники? Участники будут наши по вокалу, то есть по песням с гитарами, будет Белла Тарантино петь. Будет Ольга Запрудина исполнять по стихам. Вот самый юный участник у нас был, это Гоша у нас будет читать, Паша Пивоваров, местный поэт, тоже будет читать стихи. И я прочитал парочку тоже. Уже поздно заявляться, если кто-то хочет отдать дань памяти любимому поэту? Как зрители, пожалуйста, места еще вроде бы есть. Как выступающий у нас в конце всегда позволяет время, будет свободный микрофон. И можно будет выйти и прочитать любимые стихи поэта. Друзья, я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Если вы хотите задать вопрос нашим гостям, телефон студии 376-45-88, WhatsApp, Viber и Telegram 7-900-206-45-88. Я мгновенно все это увижу и транслирую нашим гостям. Скажите, пожалуйста, а звезды планируют как-то поучаствовать в этом мероприятии? Люди известные, медийные. Люди известные, медийные будут выступать на другом мероприятии. О котором сейчас Мария нам расскажет. Да, да, да. У нас более такого местного масштаба, соответственно. У нас более проще для местных, соответственно. Но у нас же есть наши уральские звезды, пельмени, чаев. Они никогда не изъявляли участие, желание поучаствовать? Возможно, и до такого мы дойдем. Вы уже знаете, соответственно, если таких людей приглашать, все равно там разговор о какой-то цене уже будет, соответственно. А мероприятия у нас же были-то не такие дорогие. И концовка цели это провести мероприятие. То есть, а если заказы звезд и так далее, просто не получится само мероприятие провести. Возможно, когда-то мы сможем сделать. То есть, есть выбор у нас вот такое мероприятие, а есть, соответственно, 27-го числа. Своими силами. Мария, что у нас планируется 27 января? 27 января наш музей является организатором большого концерта, который пройдет в «Космосе». Действительно, правильно Олег говорит, там будет концерт с участием артистов театра и кино. Проведет этот вечер Никита Высоцкий. Будут исполняться песни Владимира Высоцкого на протяжении всего вечера. Мы от музея подготовили документальную хронику, интересные кадры. Достаточно редкие из жизни Владимира Высоцкого. Документальная хроника в музее и фондах у нас есть, поэтому мы как музей имеем такую возможность это продемонстрировать в «Космосе» уже на более широкую аудиторию. А из выступающих приедут в этом году Дмитрий Певцов, Александр Ивскляр, Екатерина Гусева. У каждого своя манера исполнения песен Высоцкого. Безусловно, это будут очень известные, всеми любимые песни. Я думаю, что все, кто придут в этот день на концерт в «Космос», получат огромное удовольствие от услышанного, от увиденного, от сопричастия, от проведения этого вечера вместе с нами. Мария, расскройте, пожалуйста, секрет. В загашниках, в закромах Вашего музея остались ли экспонаты, остались ли, может быть, какие-то хроники, что-то осталось из того, что народ еще не видел, что Вы не выставляли на всеобщее обозрение? Есть. Есть. Что? Есть такие секретики, но, например, у нас есть цикл фотографий, которые пока на сегодняшний день не были не опубликованы ни разу. Мы сейчас с ними... Нигде? Нигде. Откуда они у Вас? Они у нас от фотографа, который... Это фотограф, который был на одном из концертов Высоцкого и на его спектаклях, и у него была возможность фотографировать не только из зрительского зала, но и из-за кулис, из-за сцены. То есть это целые... Боже, как это стало? Эти пленки... Сам фотограф считал, что эти пленки были утрачены, когда-то у него они хранились... И случайно их нашел? Да, где-то на антресолях такое понятие, да, уже... Уже все прошлое, да. Он думал, что они уже утратились. Не так давно он их обнаружил, восстановил. Ну вот сейчас мы с ними работаем, потому что, конечно, время прошло очень... Времени прошло очень много, с ними большая кропотливая работа идет. Мария, у нас есть звонок от зрителя, давайте выслушаем. Здравствуйте, дорогой телезритель, мы Вас внимательно слушаем. Мне очень нравится то, что Вы говорите. Вы поклонник творчества Высоцкого? Ну, не то, что поклонник, я просто люблю их. Пойдете на концерт? Конечно. Вы сейчас нам позвонили программу для того, чтобы просто высказать свою любовь к любимому поэту, правильно? Или у Вас есть вопрос к нашим гостям? Нет, у меня нет вопросов, я просто люблю его, и все. Большая благодарность за то, что Вы не забываете, спасибо большое за то, что Вы не забываете, за то, что Вы продолжаете эту деятельность, за то, что все-таки у Вас еще есть что показать народу. Это очень здорово, это абсолютный эксклюзив, когда Вы планируете его опубликовать. Я думаю, что мы, наверное, эту выставку сможем сделать 25 июля, к Дню памяти Владимира Высоцкого, то есть уже через полгода. Я думаю, что в рамках нашего музея мы сделаем новую выставку, основой в которую как раз лягут вот эти фотографии. Мария, я знаю, что к нам в город приезжает первая жена Владимира Семеновича Высоцкого. Она даст пресс-конференцию, даст интервью, расскажет о чем-то, о чем она планирует рассказать. Да, все верно. Завтра, 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого у нас в музее, мы будем встречаться с Изой Высоцкой, ты первая жена Владимира Высоцкого. И к этому дню приурочено издание ее книги «С тобой без тебя». Наш музей выступил в роли издателя этой книги, написала ее Иза Высоцкая, это биография, это ее воспоминания, основы в этой книге и дневниковые записи, ее переписка с матерью Владимира Высоцкого. В этой же книге также будет ряд фотографий, которые раньше не публиковались и хранились у Изы Высоцкой в домашнем архиве. И вот завтра у нас в музее будет встреча с автором книги, общение, ответы на вопросы читателей, которые придут в этот день, в это время в музей. Как вы ее уговорили? Я знаю, что она очень много лет хранила молчание, и это была ее принципиальная позиция. Ну, этот вопрос, наверное, нужно адресовать Изе Высоцкой. Что значит уговорили? Ну, вот она написала книгу, целую книгу биографическую. Где она сейчас живет? Она живет в Нижнем Тагиле, она актриса Нижнетагильского театра драмы. У нее идут сейчас репетиции, спектакли. И действительно, сложность была в том, что из ее очень плотного графика, чтобы этот день она провела вместе с нами, вот это была сложность. Отпросить ее в театре, у ее руководства, чтобы она смогла приехать в Екатеринбург и провести этот день вместе с нами. Вот это была сложность, потому что очень плотный рабочий график. Несмотря ни на что, все-таки Изя Высоцкая завтра приедет. Олег, скажите, а вы планируете проводить какие-то мероприятия памяти Высоцкого для детей? Для детей? Не для взрослого поколения, которые знают его, помнят его, любят его, которые выросли на нем. А именно для детей, для того, чтобы привить им культуру, для того, чтобы помочь им полюбить этого. Вот я не побоюсь этого слова великого русского поэта. Не исключено, что, возможно, в будущем мы будем в этом направлении двигаться. Но на данный момент, допустим, мы по Екатеринбургу попробовали. Начинали мы с того, что просто наших местных поэтов собирали на определенную встречу, выступали и так далее. А потом появилась все-таки мысль, а не попробовать ли с классиков, с известных поэтов организовать. Первый мы провели 19 июля прошлого года, день памяти, как раз день рождения Владимира Маяковского. И оказалось, что это людям интересно. Более того, очень много людей пришло послушать. Потом мы на Есениной также провели такое же мероприятие. И вот сейчас по Владимиру Высоцкому проводим. У вас есть какое-то любимое его произведение? Любимое произведение? Я завтра буду читать «Канадчиковую дачу». Соответственно, письмо пациентов сумасшедшего дома «Канадчиковую дачу» в передачу, очевидно, невероятно. И еще одно, очень хотелось бы передать стих «Памятник». Я при жизни был руслым и струйным. И очень сложно Высоцкого читать. Очень сложно. Почему? Не знаю, для меня, по крайней мере. Передать именно, не просто прочесть, а передать с интонацией, со всем тем, что, допустим, поэт хотел передать, вот это вот чувство, ощущение стиха выдать сложно. Мне, по крайней мере, не знаю, как другим. Но Вы же не подражаете? Вы же рассказываете так, как Вы чувствуете? Я стараюсь не подражать. Если Вы посмотрите интервью Владимира Семеновича за 1980 год на телевидении, он как раз говорит, даже в песне у него есть «Убирайте свои кольёи». То есть не надо повторять и так далее. А он тогда в интервью говорит, как раз, очень много появилось таких людей, которые подражают меня. Хриплый голос, жилы на шее, надрывные интонации. Поэтому мы стараемся своими, по крайней мере, я за себя стараюсь как-то передать так, как я могу передать. А по поводу детей, возможно, будут такие мероприятия. На ближайшее будущее запланировано все-таки большой тур провести, так сказать, творческо-поэтический по странам России. Не знаю, справимся или нет. Справитесь? Да. Мы будем либо начнем с Москвы, либо наоборот с Питера, и потом Москва, затем Нижний Новгород, Казань, Пермь, и вернемся в Екатеринбург. Так сказать, такая есть задумка, литературную такую творческую эстафету провести, собрать людей и в каждом месте, чтобы они выстрелили. Литературное путешествие. Да. Поскольку все наши зрители не смогут присутствовать на вашем мероприятии, я вас попрошу зачесть отрывок из Канадчиковой дачи. Ну, давайте. Давайте. Сначала. Да. Любимый отрывок. Давайте не все? Давайте. Или все прям можете? Да давайте все. Да давайте. А чего уж там? Дорогая передача, во субботу, чуть не плача, вся Канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница в экрана собралась. Говорил, ломая руки Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги сломал на части, все извилины заплел, и Канадчиковой власти колет нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд. То тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у них собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели. Мы тарелки бьем весь год. Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. Ну, а медикаментов груды? Мы унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь. И друг Бермуды. Вот вчера, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало. Вот и нет ложаков. Но на происки и бредни сети есть у нас. И бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти бермудят воду в пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС. А тут примчались санитарии и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боя, прикрутили к спинкам кое. Как бился в пене паранойи, как ведьмак на шабашу. Развяжете полотенцы и на веру изуверцы. На бермуд торно на сердце и бермуд на на душе. Сорок душ посменно воют, раскалились добила. Вот как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись. Даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис. Телевизор запричал. А он змей в окне маячит. За спиной штепсель прячет. Вы подал знак кому-то. Значит, фельдшер, вырви провода. И нам осталось у колодца. И упасть на дне колодца. И там пропасть на дне колодца. Как бермудах навсегда. Но завтра спросят дети, навещая нас с утра. Папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы ответим нашим чадам правду. Им не все равно. Удивительное рядом. Но, ну, запрещено. А он донтист на домник Рудик. У него приемник Грюндик. Он его ночами крутит. Ловит контрферги. А он там был купцом по шмуткам. И подвинулся рассудком. А к нам попал волнение жутком. С растреложным животком. Ну и с номерочком на ноге. Он прибежал. Звонил. Он крайне сообщением нас потряс. Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратил. Весь распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них механик. Рассказал, бежав от нянек. Что бермудский многохранник не закрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарикой стрелял. Он то плакал, то смеялся. То щетинился, как и да он однажды издевался. Ну шумасшедший. Что возьмешь? Звился бывший алкоголик матершинник. И крамольник говорит, надо выпить треугольник. На троих его отдаешь. Разошелся. Так и сыплет. Треугольник будет выпить. Будь он параллепипед. Будь он круг. Мария, и это стихи человека, которого уволили с формулировкой за отсутствие чувства юмора. Представляете? Скажите, пожалуйста, лично вам ближе какой Высоцкий? Вот такой с чувством юмора, лиричный, надрывный какой? Высоцкий настолько многогранный. И его творчество, и его произведение, как, наверное, вся наша жизнь. Она же абсолютно разная. Сегодня такой день, завтра приходит другой день. Поэтому в разные периоды моей жизни, в разное время моей жизни я обращаюсь к разным произведениям Высоцкого. Поэтому сказать, что вот только такой или только другой невозможно. Какая наша жизнь разная, такой Высоцкий. А музей планирует какие-то мероприятия, чтобы расширить восприятие творчества Высоцкого у жителей нашего города? Потому что есть ряд произведений, которые знают все и любят все. Есть ряд песен, которые знают все и любят все. А столько еще нераскрытого, нерастиражированного, столько бездны. Вы планируете что-то проводить по этому поводу? Ну, музей с первого дня своего существования, с первого дня своего открытия на протяжении последних трех лет, конечно, это миссия музея. Сохранять память и передавать ее подрастающему поколению. У нас в музее каждый последний четверг месяца, во-первых, проходят концерты, творческие вечера, дискуссионные клубы. Как раз на них звучат известные, не очень известные стихотворения и песни Владимира Высоцкого. У нас третий год в этом году уже проходит конкурс чтецов произведений Высоцкого среди старшеклассников. И вот как раз завтра будет финал этого конкурса в музее в два часа. Ребята со всей области. В этом году это более 150 ребят было заявлено на этот конкурс. То есть они прошли отборочные туры уже в своих... То есть конкурс, они что-то там будут выигрывать? Выигрывать. Выигрывать в первую очередь правое, иметь такое звание, лучший чтец стихотворений Владимира Высоцкого. Правильно говорит Олег. Очень сложно, на самом деле. Мало просто выучить хорошо стихотворение, передать смысл, передать его чувство через прочтение. Вот самая главная сложность. Но вот она миссия музея. Передать подрастающему поколению наследие, большое поэтическое наследие Владимира Высоцкого. И очень радует то, что это востребовано. И это находит отклик. Маленький сегодняшний участник нашего эфира Гоша. Я надеюсь, что через 10 лет, когда он тоже станет старшеклассником, он примет участие в нашем конкурсе, придет в наш музей, я уверена. Хорошо прочитает стихотворение Владимира Высоцкого. Это целые мини-спектакли, которые ребята репетируют со своими педагогами по литературе в театральных студиях. И выступают у нас на музейной сцене. Это всегда, конечно, волнительно. И завтра мы даже с удовольствием и с радостью ждем этот финал, потому что это всегда очень интересно. Как вы думаете, школьники, они могут понять стихи Высоцкого? Я не думаю, я знаю, у меня уже есть опыт проведения этого конкурса третий год. Они читают и понимают каждое слово? Не все, но абсолютное большинство. Это очень хорошая подготовка у ребят. Это действительно отличное новое поколение, которое растет. Вот кто к нам приходит в музей, эти уже юноши и девушки, они пропускают через себя, безусловно, осмысленно, осознанно читают. Это не просто выучить наизусть и что-то там с какими-то выпадами или с жилами на шее прокричать. Нет. Вы знаете, у меня мама заслуженный учитель, и она так осторожненько говорила о том, что Высоцкого надо включать в школьную программу. Он включен. Включен не так давно, включен в школьную программу. Когда это случилось? Я год вам точно не назову, я не школьный педагог. Но три года назад еще его не было. Включен в рамках урока поэта 20 века. Высоцкому выделен целый час школьной программы, Высоцкий включен. А у нас в музее разработан урок литературы выездной, и учителя нашего города, ну чаще нашего города, но иногда из области, пользуются этой возможностью, привозят в свою параллель целую даже, да, или класс, то есть на выездной такой урок литературы в музей Высоцкого. Он проводится у вас или вы выезжаете, я не поняла? К нам приезжают, он проводится в рамках музея. То есть мы проводим для детей, для школьников этот урок. А там что? Там биография, любимые произведения, что там? Там все. Это часовой урок? Это часовой урок, то есть это экскурсия урок с элементами, наверное, даже семинара, где вопросы-ответы, то есть ребята вовлечены в этот урок, мы даем материал, мы рассказываем, безусловно, звучат произведения Высоцкого во время этого урока, и по окончанию они получают уже домашние задания от своего классного, ну, от своего учителя, который их сопровождает, чаще всего это эссе, и потом обсуждение, уже подведение итогов, это у них в классе. Но на базе музея мы даем, ну, вот, развернутую информацию. Безусловно, Высоцкого нельзя воспринимать только как поэта, да, в отрыве от того времени, в котором он жил и творил. Это советская эпоха, поэтому наш музей и об этом тоже рассказывает. Спасибо за то, что у нас есть, за то, что у нас в городе есть уникальный музей имени великого поэта Владимира Семеновича Мусоцкого. Мы с вами прощаемся, дорогие друзья, всего вам доброго, любите поэзию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!